дальше вы помните какая тема это было про бутылки показывающие несколько бутылок значит прививка персика на волочную вишню два было равноценных побега вот один привит так дальше посмотрим вот эту мысленную санность садили но как садили один год они были росли так а второй год они были привиты и обратите внимание вот как получилось потом мы их все прошло время однолетками двухлетками были разобраны отсюда что-то переехала что-то продано вот и это дар невест этих прекрасно помню и вот смотрите что один остался на месте я выбирал не то что лучше они все были примерно одинаковые по качеству да вот видите абрикосы годом раньше привиты вот они тут вообще сумасшедший рост видели а вот эти помоложе вот это как раз было привито два с половиной года назад росли по моим меркам плохо устремились к солнцу к небу форма ничто естественно их не это самое специальную форму не делал не исключаю что брал веточки боковые вот эти на прививку а можете не брать не брал почему здесь очень мало солнце здесь очень много тень при себе издали бы снял вы увидели что он фактически в тени растет вот видите вот но почему я это показываю потому что это уже как третий палец загибает это влияние соседи это уже третий момент это освещенность поняли да вот наконец использование крупных бутылок это когда не влазится под стандартную бутылку и тут такой момент я когда нашел эту фотографию я вспомнил знаете кого алексееву замечательную женщину бабоками она была из лучших садоводов я люблю было еще год два назад она болела тяжело я не знаю связь прекратилась вот как-то сама собой я а она знаете чем хорош а у меня память то избирательная я ничего не помню вот от отчества не помню адресов не запоминаю там телефону не запоминаю лица не запоминаю а то что она сказал а вы берите тряпочку когда приведете вы сверху еще тряпочка обмотайте эту как ну саму прививку вместо прививки там где пленка поверх пленки а это место она под пленкой мерзнет а когда вы обмотаете она лучше пойдет и проверил и вот представляете цены нет этой даме вот я надеюсь живо а здорово очень надеюсь и боюсь звонить вот честно боюсь звонить так же как это я сейчас буду критиковать одного из величайших садоводов россии ну по-доброму да одного из величайших садоводов не называя фамилии а вдруг его живых нет а если бы я точно знал что живых нет я уже не имел права так пока я не знаю такая делаю невинные глаза и так вот это есть ускоренное просыпание оно не не портит саженец это никакой то там извращение которое делает уродом они просто попадает под этой бутылкой по более привычную среду как на их исторической родине вот так вот еще раз показываю работает лучше вдвоем почему потому что эта работа должна делаться быстро один делает пол работы обматывать заводит уже второй вот все это делается самая лучшая прививки получались на границе зима и весна и только один случай когда у меня во первых числах апреля удали двадцать градусов морозы как нарушу споро ранние весна в марте уже плюс 10 плюс 15 я уже на прививался у меня погибла большая часть абрикосов привитых единственный раз жизни так-то я привык под бутылками ничем не делается но такой случай был снега нет мороз минус 20 они чуть-чуть наклюнулись и бутылки их не спасли процентов 60 абрикосов если допустим из 300 прививок 200 или там 150 было мертвых это я вам говорю планик учебы вот я не называю себя глупым или драком и просто говорю это одна крайность риски есть другая крайность не дай бог вам мая привать потом дождетесь вы сто процентов проживаемости будет десятипроцентно это если повезет поэтому или вовремя привык когда вовремя еще раз ребята это сокодвижение определитесь по березе раз но березы взрослые они поздно просыпаются немножко однолетки то тут видели оттаивает и уже в однолетке двухлетки вот она же приводит на одну двухлетние подвое на одну двухлетние и даже когда на пол стыка оттает там уже сок забродил загулял для чего соки рост раз говорил только не знаю те кто учит резать летом осенью зимой для того чтобы погубить деревья а здесь получается когда приваешь ну что обрезка что прививка это для дерева одно и то же это калеченье правильно даже даже в этом саду калеченье значит или сокодвижение или чуть раньше делаем искусственное сокодвижение вот так даем дальше я надеюсь ваш вопрос или нет еще немножко это вот у меня допустим остались там может пять-десять поздних филиппева я уже со слезами режу может быть 5 осталось дар небес вот у меня дар небес всего два дерева и вот получается и позднее филиппева у меня одно но я там пассива у чернобаева а сейчас у него нечего резать у меня пять или шесть седуков осталось и вот я к чему говорю посмотрели грубо раскатали что-то эти пять штук еще успеет купить а дальше что привил ему так он же позднее ему больше это нужно ну согласны он же пользе он позже проснется шансом что не попадет под веселье заморозки больше тогда а зато уснет позже осенью а это значит он может тогда весной не проснуться или быть подмершим еще раз когда мне вопрос задали про бутылки я с удовольствием на этот вопрос ответил вот работайте с бутылками даже на юге помните у него просто был сравните юг север меня сравнил еще и в этом отношении вот ну говорю как умею идем дальше вот прививка за столом дело в том что интересы груш вот они меня всегда удивляли когда под бутылками просыпается так-то все нормально там когда приходит пора яблони распускаться листьями и грушам одинаково но под бутылками груши а я уже пытаюсь заглянуть в прошлое наверное они все равно имеют на два-три градуса марсойкость меньше яблони наверное груша еще более теплых мест длинные корни узкая крона означает там не хватало допустим влаги пускай пускай не хватало влаги но она при этом умудряется еще и как бы сказать раньше проснуться это за что дает более южных мест раз раньше просыпается вот и я смотрю под бутылками яблони спят а груша листики и тогда я сказал себе а рискну-ка я а мы не успеваем а давайте-ка за столом вот это и за столом приживаемость к манджу к уссурийской груши дикой стопроцентно вот у меня получается 98-29 а если бы я на коленях то все 100 тут мало ли как халтура работаешь вот так вот так получается это прививка за столом она годится для груш потому что еще раз говорю а это ранний фрукт получается при прививках это мои наблюдения вот и на осень ей под бутылками хватает время на вызревание отсюда успехи урожая и прочее вот еще вариант работы так ну чё-чё-чё-то это говорит сало как сало вот прям как прививка бедре ой не ведре горшки атаки нужно были докажут на фоне он цветущих абрикосов видите главное все успевать вовремя а это посадка без горшков почему большая часть идет посылках его я уже вынес фотографию зубы показать вот была осень до у него чего-то кончилось я смотрю лежат так разбросаны еще не убраны пустые горшки и ямки уже пришлось вот это качественнейшие саженцы вытряхивать из горшков разбивать ком земли чтобы сунуть посылку вот через то есть даже обидно а больше половина хотя бы делается так вот и так делается и так делается но сам по себе питомник небольшой все это видите опять на фоне абрикос взял он срубил знаете почему вот этот абрикос когда вместо не хватает рубить такое чудо самый сладкий из горшков абрикосов не хватило его место в стране места нет дальше вот слева начинает несколько километров огромное поле когда-то было картофельным для целых трех деревень картофельное поле было общее сейчас зарастает лесом часть уже взросла с усами высотой 575 метров представляете а он срубил вот эту вот абрикос чтобы она не давала тень чтобы тут два десятка саженцев страшные вещи ребята такой стране жиром вот обратно его заморозки морозы видите ничего не делается вот если у меня были неудачи когда в апреле минус двадцать двадцать три три лет подряд то у него этих неудач не было ни одной последние годы говорить думает бах такой это снег да и боссе ничего не делаешь потом наступает весна еще отличая на вопрос про эти про бутылки и про как все это время подгонять бутылки снимать вставить допустим солнце холодно там русские вот заморозков спасает дать все-таки удается раньше примать когда без бутылок они могли погибнуть а здесь как получать прошелся сергей или его помощник андрея загружу из почки дальше опасно солнце могут жесть бутылки сняты а которые не снято там еще спят эти марсанта разные они обязательно просыпаются в одно время ну и на этот полюбуемся еще пожалуйста любуемся вот его работа теперь так нужны ли бутылки на юге сейчас будем заканчиваться разговор а куда деваться вопрос зададим ответ должен быть дадим тоже вот нужны ли бутылки на юге на юге теплее там деревья по идее если их рано привить это на весна на месяц раньше и зима на месяц позже два месяца нужны ли бутылки вот и попробуйте подумать дело в том что я бы сказал что не нужны и я бы у меня такая есть возможность всегда когда много делаешь проверить это все а я не плывет я бутылками закрывал и в моих усеньков пока такого особого опыта нет и что я записал жара замедляет вегетацию казалось бы ну весной то нет понятно там если я вновь прерываю в апреле в основном а кто-то прервет марте на юге да вот и там тоже сейчас обожарили и бутылки не сожгут первое листик ну через месяц все равно снимать вот и вот получается так если с бутылками они еще раньше прошутся чем они так должно хватать это вроде бы да но существует научное как бы утверждение что вот допустим минус 25 прекрасно растут ну допустим 30 прекрасно на юге и 35 и 40 так и оказывается врачи полем или учил участи нет вегетация замедляется и этим можно сравнить длинное лето юга с коротким летом севера раз вегетация замедляется опять боимся а успеет ли вы взять то есть вопрос остался открытый или так есть понятие я сто раз убеждал обновь и то же самое помните вот на брайтон бич хорошая погода на деревасовской идут дожди это же я придумал это выражение но стало крылатым на брайтон бич хорошая погода на деревасовской идут дожди один год с бутылками получит преимущество а другой год наоборот они уже просто лишняя работа используют не используют но вот и разгорается теперь на юге это больше зависит конкретного лета весны и осень а 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